27 вчера было, сегодня 24-25. Смотрите, видите, сирень? Ой, какая красота! Ах, как пахнет вообще! Давай! Давай! Выиграл маму! Все! Все! Вот на таком прекрасном фоне, смотрите, какая была фотка, заставочка, да? А 9 мая, тут очень много людей, и люди приходят тоже с цветами. И, смотрите, а тут какие красивые цветочки. Гортензия вот такая голубая, красивая-прекрасивая вот эти вот цветочки. Он розовый еще в гортензии. Все! Доброе утро, девочки мои! Как всегда, выглядываем в окно и смотрим. Я просто смотрю, у меня на градуснике уже 20 градусов. Время около 12 часов дня. Воскресенье, сегодня Пасха. И вот я сейчас собираюсь к дочке в гости ехать. и думаю, что же мне надеть-то? Легко надеться или не очень? Прям никак не могу понять. Ветерочек дует, кто его знает. Ладно, как-нибудь надену что-нибудь. Вообще, я сегодня ничего не планировала снимать. Думаю, буду отдыхать, буду лентяничать, ничего не делать. Но дочка позвала меня в гости. Сын с семьей, они уехали в станицу к теще. В общем, собираюсь и еду к дочке. Чтоб не говорили, чтоб к дочке не езжу вообще. Ну что, девочки, вышла я на улицу. Оделась я вроде бы легко. Навьючила на себя и ноутбук, и сумка у меня. Это пакет. Вот, ну, на улице вроде хорошо. Но, по крайней мере, здесь мне не дует. И вроде бы ничего. Сейчас выйду на проспект, как бы меня не сдуло. Ну, что-то не захотела я так сильно тепло надевать на себя, ничего. У меня вот эта легкая кофточка. И под ней футболочка с коротким рукавом. Без рукава даже. Вот, ночью сегодня прекрасный день для того, чтобы прогуляться, в гости сходить. Я ж такая, меня не позовешь, я никуда не пойду. Я ни с дома не рыпнусь. Мне надо только позвать. И то, это вот потому, что я не занята сейчас. Сегодня я ничего не делаю, никаких дел у меня. А если бы какие-то были дела, я бы не захотела. Хотя подумывала о том, что у нас дочка встретится. Ну, мы с ней предварительно договаривались, вроде бы, на понедельник. Я же не зря только этот ноутбук беру с собой. Нужно с ней сделать кое-какие там дела, манипуляции. А я в ноутбуке, в компьютере не айс, в чайник же ж. Поэтому мне нужна ее помощь. Ну, она решила, видимо, сегодня она свободна. И решила, видимо, сегодня встретиться со мной. И поделать кое-какие дела заодно. Вот, так что все. Я иду на остановку, на такси ехать. Сейчас что-то не хочу по такой погоде, хорошая погода. Хочу бы не прогуляться. Смотрите, сколько много одуванчиков кругом. Вот. Была бы погода плохая, если бы на качку поехала. А так, ничего тут ехать-то. Всего-то ничего. Несколько остановок. Все, девочки, погнала. Ну, вот, я у Денечки. Всем привет. И у дочечки. Всем привет. Бабушка принесла нам Пасху, а мы ее сейчас будем голубцами угощать. Ну, вот. Денечка пасочку сейчас с яички вареные покушает, да. Я и Насте такую же пасочку с яичками подарила. Да. Ну, пробуйте, пробуйте. А это кто такой? Что это за котятина такая здоровюшая? Вырос огромнейший мешок такой. Черный такой мешок. Да, он здоровый какой стал. Ничего себе. Я его давно не фоткала. Ну, это у нас девица не склонна к полноте. Да. Пошла обнюхивать мою кофточку. Ну, обнюхивает. Бабушка пришла. Да, милочка. Бабушка пришла. Давай яйца наступай. Бабушка пришла. А ты с Денечкой стукнись. Дэн, бери яйцо. Подожди, сейчас я попробую. Ну, что, признаешь? Свои пришли, а, милочка? Денек. Дэн, бери яйцо. Какое будешь брать? Синее или зеленое? Выбирай. Бери любое, какое он брак. Синее или зеленое? Ляма Мадальдон. Красное или зеленое? Красное или зеленое? Аж ребенок расстарался. Бери какое-то. А я зеленое. Что-то надо говорить, да? Ничего не надо, просто стукайся, яйцами стукайся. Стукайся, давай, чтобы... Ты хочешь зеленое? А мне красное? Стукайся яичками. Нет, нет, нет. Нет, нет, с мамой стукайся. Об маму стукайся. Давай. Давай. Выбирал маму. Все. Все. А ты давай жопкой. Вот он правильно держит яйцо. Вот так надо держать яйцо, чтобы никто тебя... И... Понял? Давай. 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 Все. Молодцы. Пускай. Что там, Денечка? А посмотри, что мы сделаем. Это вот такая... Ну ты шкурочки сюда на тарелочку давай. Знаешь, это резаточка. Давай. Чисть яички. Резаточка. Красивые, да, яички, Дене? Да. Ну вот хорошо. Разноцветные. Разноцветные. Сегодня праздник. Все кушают разноцветные яички, да? Да. И твой бровь должна зайти с яичками тоже. Давай. Ну и хорошо. Кушаем. Ммм. Чего и больше. Я вообще яйца вареные не очень люблю, но в Пасху они какие-то особенные. Бабушка, там постиралась машина. Иди открывай. Да пускай там полежит пока. Мама сейчас яйцо съест и откроет. Я тоже сегодня с утра завтракала. Ну яйца ела на завтрак. Иди, Маша, я постирала. Смотри. Ну давай, честь, честь. Почистишь и покушаешь. Молодец. Пошел. Девочки, слушайте, на улице такая жара, просто капец. Я вот в этой вот футболочке и в кофте я запарилась. Я смотрела некоторые люди в шапке, в пальто еще. Мне их жалко. Мне хотелось кофту снять. Я пока на остановке там чуть-чуть постояла. И даже там нету тенечка куда-то, даже тенечка. В общем, короче, сезон начался. Можно раздеваться, я так считаю. Так что вот так уже. Уже у нас жарко все. Ну уже, можно сказать, с сегодняшнего дня можно сезон открывать. А на днях будет до 27. Это сегодня только 20-22. Представляешь? Вообще жара. А ты здесь? Да. Ну что, девочки мои хорошие. Я уже вышла от дочки. Мы с ней поболтали, пообщались, поделали дела. Покушала я вкусные голубцы. Мне понравились. Спасибо Надежде Ивановне. Вот. Ну и все. Теперь я еду домой. Хотела вызвать такси, посмотрела там. Что-то дорого сегодня такси, наверное, в честь праздника. Думаю, да? Такая хорошая погода. Тут ехать, блин, пять минут. Вон уже автобус идет. Так что на автобусе поеду. Ну все. Увидимся попозже. Я, наверное, сегодня больше ничего не делать не буду. Приду домой и буду отдыхать. Доброе утро, девочки мои. Сегодня я смотрю. Утро солнечное. Что интересно, и туман в то же время. А небо чистое здесь сверху. Как такое может быть? Пол седьмого утра сейчас. Полный штиль. Птички поют. Ветра нет. Уже плюс двенадцать. Днем будет. Не знаю. Не смотрела сколько. Но будет сегодня тепло. Ясная погода. Сегодня будет прямо теплее даже, чем вчера. Значит, надо будет просто выйти и прогуляться. А я решила, девочки, сварить сегодня борщик. Не стала я показывать, как делать его. Вы умеете все. Я уже сто раз показывала. В общем, все. У меня уже борщ доваривается. Зелень только что закинула. Сейчас еще пару минут. И готово. Чесночок сейчас закину еще. Всем привет, девочки. Я вышла на улицу. Видите, опять стоит у нас машина чистый город. И вот эта вот грузовая машина опять у нас перекидывает. Вот этот мусор, блин. Я уже к водителю подошла. Я говорю, почему занимаетесь этим у нас во дворе? Он говорит, больше не будем. Я говорю, если еще раз будете, значит, я буду писать опять. Вашему начальству. Ой, какая классная погода, девчата. Капец. Прямо лето. Вот прошло несколько дней с того момента, как я вам последний раз снимала. Вот этот вот у нас придомовой участочек, где у нас всякая красота растет. Цветочки. Что там еще? Ох ты, ландыши. Кстати говоря, пахнет, как ландыши. Смотрите. Это ландыши. Ой, какая тут прелесть, какая тут красота. Что тут еще из цветочков симпатичного есть? Одуванчики. И вот такие вот еще какие-то сиреневые цветочки. В общем, здорово. О, уже сирень появилась. Смотрите, на кустах вот белая сирень. Уже видно все. Уже сейчас попрет сирень. Какая красота, лепота. А вот и сиреневую вижу я сирень. Сейчас посмотрим рядышком. Ой, смотрите как. У нас уже, честно говоря, лето. Я вчера не стала выходить. У меня были дела. 27 вчера было. Сегодня 24, 25. Смотрите, видите, сирень. Ой, какая красота. Ах, как пахнет вообще. Классно. В общем, все. У нас тут лето в полный рост. Я сегодня надела футболочку без рукава. И кофточку накинула. Хотя вот, если бы в магазин идти, можно было бы и без кофты. Но так как я собираюсь сегодня съездить на площадь Карломатца, я, конечно, запарюсь. Может быть, даже кофту придется снять. В общем, жара, духота, лето. Хотя к выходным температура снизится. И на следующей неделе тоже будет чуть-чуть попрохладнее. А вот на этой неделе у нас прямо лето-лето. Вот. Я вчера ничего не снимала. Снимать было нечего. Я решила сегодня уже снять свою поездочку. Я собираюсь на Карломатца по делам там съездить. Ну и заодно пройдемся. Посмотрим по сторонам, по окрестностям. Что там хорошего, интересного, симпатичного есть. Вот у нас уже некоторые люди в футболочках. Кто-то совсем разделся. Смотрите, трава уже какая высокая. И деревья все зеленые. А еще апрель не закончился. Это просто вот какая-то даже аномалия, мне кажется. Хотя, 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 почему бы нет. 1 мая, я помню, что мы уже раздевались. Ну, в общем-то, уже пора раздеваться, я так думаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, вот мы приехали на Карла Маркса. Субтитры сделал DimaTorzok Ой, смотрите, Сакура светет. Я вам снимала ее как-то. Но прям снять ее надо опять. Какая она красивая. Любимый мой розовый цвет. А дуванчиков тут полно. Зелень всякая разная. Классно, смотрите. Девушка фотографируется. Посмотрим поближе цветочки. Они такие миленькие, но симпатичные. Да, смотрите, какая красота. Просто прелесть. Вот на таком прекрасном фоне. Смотрите, какая была фотка, заставочка. Я специально пришла к этому дереву, чтобы сняться здесь. Ну все, теперь пойдемте. Еще немножечко тут пройдемся. И пойду я по своим делам. Все-таки шикарное дерево для фоток. Ну, я решила пройтись по этой аллейке. Мы как-то с вами тут гуляли. Но это было осенью, по-моему. Листья были желтые, да. А вот сейчас весной, смотрите, люди отдыхают. Какая красота. Вот здесь тенечек, тенистая речка. Мы тут тоже с бабушкой. Я уже вам говорила, как-то приходили сюда. Она говорила, пойдем в сквер посидим. Пойдем. Вот это вот она называла сквером. Вон еще одна сакура виднеется. Тоже такая симпатичная, розовая. Девочки, хочу посмотреть клумбочку с тюльпанчиками. И там тюльпанчики. Мы, кстати, пока ехали по проспекту, я видела, что там очень много тюльпанов. Они уже распустились. Такие разноцветные, разных сортов. Красота необычайная. Поэтому я думаю, надо обязательно сюда заглянуть. Смотрите. Я вот люблю, когда вот эти высаженные цветочки, такие красивые. Вон она, сакура еще одна стоит. Красота ведь, красота. Вот, смотрите, у нас... Ну, это, видимо, к 1 мая, может, или к 9 мая готовится. Украшают город, высаживают цветочки. Цветочки тоже вот такие вот красивые тюльпанчики. Это тюльпанчики или не тюльпанчики? Сейчас посмотрим, что это за цветочки. Это какие-то интересные цветочки. Да, это тюльпаны, но это такой сорт очень интересный. Смотрите. Некоторые вообще очень похожи на пионы. Это такой, видимо, сорт. Да, это такой сорт, который похож на пионы. Так, ну и что тут у нас? Тут у нас лесенку поправляют. Ну, правильно, все правильно. Пойдемте на Вечный Огонь посмотрим. Областной дом народного творчества. Раньше здесь был дворец культуры завода Красный Аксай. И я там работала раньше. Но это было очень давно. Это было еще, когда дети у меня маленькие были совсем. Так, ну что, давайте посмотрим. Вот тут у нас школьники. Даже еще в мое время тоже школьники стояли, охраняли, ну, как бы охраняли Вечный Огонь. И вот уже цветочки тут, видите, люди приходят на Вечный Огонь, кладут. А 9 мая тут очень много людей. И люди приходят тоже с цветами. И вот эти вот колонны, которые у нас стоят справа налево, там фамилии написаны погибших людей, которые защищали Ростов. И, в общем, вот такое вот. У нас, когда я училась в школе, в каждой школе отбирали школьников. Ну, те, которые примерное поведение имеют, хорошо учатся. И вот здесь дети сменяются. И это считается за честь стоять на Вечном Огне здесь дежурство такое. Вот они постоят, постоят, их сменят. И вот так вот все хорошо. Так, ну что, я иду в обратном направлении. Мне нужно будет перейти дорогу и перейти на другую сторону. Там нужно зайти мне в банк. Вот. А обратно, как я пойду, еще не знаю. Кстати, в кофте жарко, и я думаю, что... Вот люди сидят спокойно в футболочке, да? И не парятся. Можно спокойно сейчас уже ее снимать. Вот. А кто вот одет, парится. Я в автобусе уже прям хотела снять. Но уже думаю, ладно, потерплю. В общем-то, хотелось мне очень снять уже кофту. Прямо в футболочке раздеться. А вчера мне хотелось выйти в магазин, буквально в бриджах и футболке. Ну, вот такая вот жара. Что поделаешь? Еще раз полюбуемся на вот это прекрасное дерево. Какая красота. Просто красота. Просто красота. Еще цвет такой приятный. Розовый. Так. Ну, все. Телепкаю я на светофор. И там перейду дорогу. Вот тут у нас кафе. Его еще не открыли. Интересно. Но обычно я помню, что 1 мая она еще была закрыта. Раньше, когда я сюда еще иногда заходила. Вот. Ну, кто-то там сидит. Ну, кафешка, наверное, может быть, работает уже. Просто людей мало. Так. Ну, что, девчата. Ой, как хорошо. Как хорошо. Вот и дождались лета, да? Классно, здорово. Все. Все. Я вышла с банка, девочки. Все дела свои сделала. Смотрите еще тут Сакура. Какая красивая. Раньше у нас не было этих деревьев. Теперь появились. Так. Ну, что теперь? Куда я отправляюсь? Я не знаю. Я могу, конечно, по рынку пройтись. Вот, к сожалению. Вот я бы прошлась насквозь, насквозь. Но вот с той стороны у нас теперь нет остановки и нет транспорта. А он на этой стороне. Поэтому, честно говоря, без надобностей мне совсем не хочется туда идти. А мне ничего такого не нужно. Огурчики только я могу возле дома купить. Свеженькие. Больше мне ничего не нужно. Вот. Так что, отправляюсь я назад. Сейчас вот тут рядышком остановочка. Перехожу на остановочку и все. Ой, а рынок кишит. Несмотря на то, что у нас сейчас будний день. Обычный будний день. Народу много. Там цветочки разные продают. И сирени, тюльпаны, и даже ландыши, и разные другие. И вот сейчас вот здесь перейдем через дорогу на остановку. Потелюбкали, потелюбкали. Как мне нравится, когда уже тепло-тепло. Когда все, можно раздеться. Видите, люди в руках кофточки несут, потому что жара. Жара-жара. Так. Так, где у нас остановка? Тут, что ли? Что-то тут люди стоят, а там не стоят. Надо спросить. Все, я села в автобус. Посмотрим сейчас еще раз через площадь Карла Маркса. Смотрите, какое небо. Небо голубое. Безоблачное почти что. Ну, облаков, собственно, нет. Дымка какая-то. Вот. В общем-то, людей-то немало, я смотрю. Там через дорогу идет на рынок. Ну что, поехали. Следующая остановка. 19-я линия. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Девочки, я опять зашла в магазин с цветочками. Вот. Я думаю, что пришло время мне гортензию пересадить в горшочек. И вот взяла все, что мне для этого необходимо. Ну и заодно решила вам показать вот эту красоту. У нас сегодня целый день. Мы смотрим на красоту. Цветочки, тюльпанчики. И все такое. И все такое красивое. Вот это вот никогда мне не лень вам показать и самой налюбоваться. Красота. Красота. Все. Топаем домой. Хороший магазин. И обслуживание хорошее здесь. Девочки очень любезные. Все рассказали в подробностях. Спасибо. Смотрите, а тут какие красивые цветочки. Гортензия вот такая голубая. Красивая, прекрасивая. Вот эти вот цветочки. Вон розовый еще в гортензии. В общем, девочки, взяла горшочек. Взяла я зелень. Вернее, не зелень, а грунт взяла там. Ну, все, что нужно. Все мне подсказали, рассказали. В общем, сказали, можно уже пересаживать цветочек мне. Сад-газар. А тут вот рядом вход. Там продают цветы живые. Букеты продают. Это у нас магазин наконечный, цветочный. Вот это сад-базар. Это вот сюда я заходила. Здесь домашние такие в горшочках разные цветочки в грунте. А вот тут рядом вход. Здесь цветочки такие, букетики. Там тоже много-много-много красивых разных цветочков. Так, ну что, идем домой. Ой, девочки, на улице жарко. Я вышла с автобуса, сняла кофту. Зашла в магазин. А в магазине прохладнее, чем на улице. И кофту я опять надела. Ну, вот сейчас я думала ее снять. Но на самом деле я чувствую ветерочек. Кстати, слышно вам нормально из-за ветра? Вот. Но из-за того, что ветерочек, из-за этого кофту не буду сейчас снимать. А вот сейчас бы ветра не было, точно бы сняла. В общем, ляпота, красота. Все, иду домой. Ну, пересаживать я цветочек, наверное, не знаю. Может быть, сегодня вряд ли. Может быть, завтра. Посмотрим. Может быть, на днях. Ну, пересажу. Покажу, наверное, вам. Все. Телек каим домой. В магазин еще надо зайти. За хлебом. Иду мимо интерната. А цветочки на деревьях-то уже попали. Уже все отцвели. Вот такие дела. Сейчас пока ехала, смотрела, деревья тут вот белым-белым чем-то красили. Красили, наверное, сотрудники интерната. Кто-то мне, кстати, в комментариях спросил, а что это за интернат? Я уже говорила, интернат для престарелых и инвалидов. Ну, дом престарелых мы обычно называем его между собой так. Фух, все. Домой лечу. Ну, вот и все, девочки мои. Я пришла домой. Я переоделась. На улице жара жуткая. В комнате даже попрохладнее, чем на улице. В общем, я уже в легком сарафанчике. Пока шла, подумала, думаю, что, собственно, мне спешить цветок пересаживать. Он еще пока не отцвел до конца. Там еще, ну, только чуть-чуть еще так отцветает. Но еще цветочки есть. Я решила пока это сегодня не делать, при том, что я уже устала. Я сейчас хочу пообедать и, в общем-то, отдыхать. Вот. Так что пересаживать цветок мы будем в другой раз. Вместе с вами пересадим цветочек. Купила я землю, удобрения, там все, что мне нужно. Там посоветовали. В общем, все. Рассказали, как делать. Осталось только сделать. Но я решила с этим пока еще немножко не торопиться, а повременить. Вот. Хочу на этом видео закончить, чтобы его уже смонтировать для вас быстрее, чтобы вы его увидели. И на этом я с вами прощаюсь. Пишите комментарии. И, в общем, до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok